Дорогие друзья, шалом! Мы продолжаем рубрику, связанную с счастливой семьей. И сегодня мы поднимем тему, связанную с противоречием, которое очень часто встречается в многих семьях. Суть противоречия заключается в том, что один из партнеров обижается, его не слышат. Договоренное не сделано. Это как снежный ком собирается и нарастает больше и больше. Конечно же, бывают случаи, когда кто-то сознательно, назло или по ошибке так поступил. Но чаще всего все начинается гораздо раньше. Не в принятии решения партнера поступить так, как договорились или не поступить, а в понимании того, о чем мы говорим. Мы часто с вами общаемся терминами и даже сами этого не замечаем. Мы говорим вроде бы понятные фразы, но они настолько общие, что каждая из этой фразы может выйти совершенно с разным выводом и принять совершенно разные решения. Обращу ваше внимание, еврейский закон, который показывает четко, как поступать, доходит до деталей, показывающий совершенно разные элементы и ситуации в жизни, которые у нас произошли. И которые даже еще не произошли, но, возможно, когда-то могут произойти до деталей. Но начинается он с того, что мы получаем Пятикнижие Моисея, которые перерастают через время в Мишну, которые более широко объясняют Пятикнижие, конкретно законы, как поступать. После этого появляется Талмуд, который еще более широко, детально разбирают. После этого появляется Шулхонорух, который еще более детально объясняют. И после этого появляется Кицур, конкретный вывод. Столько этапов для того, чтобы с общей фразы выйти к конкретике. Всевышний столько времени раскрывает Тору через поколение в поколение для конкретики. Мудрецы оставляют там свою жизнь. Это схема, как нужно научиться общаться и понимать друг друга. Даже если мы с вами возьмем простую светскую жизнь, где люди встречаются и заключают договор между собой, то часто начинается с определения понятий. Очень важно не лениться, не стесняться, не бояться быть смешным, объяснять конкретные детали. Поскольку одно общее слово может нести совершенно разные выводы и совершенно разные нагрузки. В конце хочу поделиться удобным практическим советом. После того, что вы не поленелись, не забоялись выглядеть смешной, объяснили детально, о чем идет речь, не постесняйтесь спросить у второй половины, как вас поняли. Это выглядит, что немножко удлиняется разговор, он более доходит до примитивных вещей, но эти лишние 5-10 минут подарят после этого четкую ясность и понимание одинакового двоих, что приведет к миру между мужем и женой.